Селям алейкум, дорогие телезрители! Сегодня, как всегда, по средам в эфире телеканала АТР программа «Крымский вопрос». И наш сегодняшний гость, личность во многом, я бы даже сказал, легендарная, еще с советских времен. Это Иосиф Зисельс. Здравствуйте, Иосиф! Селям алейкум. Селям алейкум, Иосиф Бей. И я специально, чтобы не перепутать, записал его официальные должности, общественные должности. Это исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины и сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины. Все правильно? Да. А разговор у нас сегодня пойдет... Мы начнем его с резолюции ООН, которую мы обсуждали как раз перед началом нашей программы с Иосифом. Как вы оцениваете резолюцию ООН по Крыму, по правам человека в Крыму? Ну, я думаю, это большая победа и Украины, и Крыма, и крымских татар, и вообще всех, которые болеют за разрешение этой сложной ситуации, связанной с Крымом. Окупации, аннексия. И единственное, о чем я сожалею, что это очень медленно продвигалось. То есть, два с половиной года понадобилось для достаточно простого и очевидного решения ООН. Но, тем не менее, по-видимому, такого инерция, такого сопротивления материала, и такие, скажем так, не очень мощные усилия Украины по завоевыванию этого пространства дипломатического. Украины мало, по-видимому, мало опыта еще в самостоятельной работе. Но это, по сути дела, война. Такая политическая, внешнеполитическая. Да, это очень сложные, многоходовые комбинации, которые в итоге иногда, и мы видим результат и в Международном уголовном суде, и в ООН. Два решения подряд, это очень много, такой кумулятивный заряд получился. Подряд, буквально. Ну, этому предшествовала большая подготовительная работа, и я очень благодарен тем странам, представителям этих стран, которые все же, несмотря на давление России, отважились и проголосовали за простую и очевидную вещь. Признать, назвать вещи своими именами. Окупация – это оккупация, аннексия – это аннексия. И нарушение прав человека – это то, чего весь мир наблюдает в разных странах. Независимо от Африки, Евро-Восточной Азии или Европы. Мы отметили, что среди тех стран, которые проголосовали за резолюцию, предложенную Украиной, был в том числе и государство Израиль. Как вы оцениваете этот факт? Да. Ну, для меня это вдвойне приятно, потому что я, честно говоря, очень скептически относился к возможности государства Израиль проголосовать за Украину и за Крым. Почему? Ну, я вообще скептический человек, прежде всего. С другой стороны, я знаю, насколько Израиль озабочен проблемой собственной национальной безопасности и как он сложно лавирует в этом море дипломатических отношений для того, чтобы сберечь свои позиции и обеспечить все-таки дипломатическую поддержку своим усилиям по безопасности. Все-таки, в отличие от многих стран, и, в частности, от Украины, Израиль находится во враждебном окружении, в мощном враждебном окружении. Ему действительно грозит уничтожение. Каждый день, причем, уже на протяжении более 70 лет. Да, 68 лет, да. И поэтому он не может совершать шаги просто из моральных соображений, потому что политика – это все-таки искусство возможного. Израиль не видел раньше таких возможных для себя шагов, которые бы явно были бы противоречили позиции России. Россия играет большую роль на Ближнем Востоке. И сейчас, особенно, когда российские самолеты летают рядом с израильской границей, бомбят Алеппо и другие города Сирии. Понятно, что Израиль очень раздражен этой позицией. Но позиция Израиля в этом голосовании, и я очень рад, что я ошибся в своем скепсисе. Я вообще хотел бы чаще ошибаться в этом плане. Позиция Израиля – это как лакмусовая бумажка, которая проявляет некую тенденцию, что если уже даже такая осторожная страна, как Израиль, все-таки нашла возможность проголосовать за Украину и за Крым, то это означает, что что-то действительно в мире стронулось. А как вы думаете, Россия давила на Израиль? Я точно знаю, что давила, потому что визит Дмитрия Медведева, вице-премьер-министра Российской Федерации, который у нас в прошлой неделе, по-моему, состоялся, я точно знаю, что Медведев оказывал очень сильное давление, чтобы Израиль проголосовал в пользу России. То есть среди тех стран, которые, по-моему, 23 страны, весьма одиозные страны. Неприличные компании, я бы сказал. Очень компально. Но Израиль уж точно не хотел оказаться в такой компании, это понятно, но Израиль мог воздержаться, тем самым сбережь, как бы, лицо. Но все-таки он проголосовал за Украину и за то, что эта территория оккупирована, и за то, что не совершаются многочисленные нарушения прав человека. Именно потому, что он, я думаю, все же решил, что для него сегодня в мире это важнее. Это что? Вот такая позиция. Он, видно, почувствовал так тенденцию общемировую, что идет к тому, что все-таки Россию будут принуждать убраться. И это важный индикатор, на ваш взгляд, на голосование Израиля? Конечно. Это важно, единственное, что непонятно, как он будет растянут во времени. Но, в конце концов, все могут как-то позволять себе иногда те или иные позиции. Мне кажется, я хотел бы, чтобы это был индикатор именно такой тенденции. А скажите, может быть, к этому имеет отношение то, что недавние здесь были мероприятия по поводу памяти жертв Бабьего Яра и контакты украинской власти с израильской властью, с парламентариями и так далее? Ну, там очень неоднозначная картина. В отношениях Израиля и Украины, которые очень позитивно развиваются за последние 25 лет независимости Украины, есть несколько обращающих было моментов, которые немножко приостанавливали это движение к их очень хорошим отношениям, к партнерским, стратегическим отношениям. Из-за некоторого непонимания и позиции России это притормаживало этот путь. Но то, что вы сказали, конечно же, очень важно, потому что делегация Израиля, которая была на этих траурных мероприятиях 29 сентября в Киеве, была поражена, я это точно знаю, поражена этим уровнем, массовостью тех мероприятий, которые проходили. То есть делегация Израиля убедилась, что Украина искренне желает, чтобы то, как воспринимает сегодня Европа, Холокост, чтобы Украина вошла в Европу и этой частью, восприятием Холокоста, как универсальной трагедией. И тут как бы этому притворяться нельзя. Это действительно было показано, мы тогда зафиксировали больше 50 мероприятий в Киеве или в других городах мероприятия, посвященные этой траурной дате. И это произвело большое впечатление не только на Израиль, но и на многие другие делегации. Так что вы правы, конечно же, это тоже могло повлиять. Это происходит накопление в течение времени различных обстоятельств, и когда страна уже, наконец, делает выбор. Посмотрим, как дальше она будет себя вести. Посмотрим. Но так же, кстати, как Израиль, так же проголосовал за Украину Турция. И может быть, как вы думаете, есть влияние того фактора, что Россия действительно, о чем вы уже упомянули, очень брутально вмешалась в сирийскую ситуацию. Это все происходит рядом с этими странами. И Россия вторгается в зону безопасности этих стран, в частности Израиля. Мы знаем, насколько были сложными отношения Турции и России в некоторые моменты последних двух половин лет. Но в то же время Россия с Турцией удалось как-то немножко их поправить, поскольку Турция стала на такую, мне кажется, прагматичную позицию, что весь экспорт, который идет в Россию, овощи, фрукты, туризм, что лучше лениться в руке, чем журавль в небе. То есть мораль – это хорошо, а прибыль – это лучше. И надо сказать, что такая прагматичная или даже, можно сказать, циничная позиция в последние десятилетия развивается у многих стран. Потому что политики, которые их возглавляют, они думают прежде всего о следующих выборах, а не о перспективе вообще безопасности своей страны на десятилетия вперед. Это отдельная история, и о ней можно много говорить. Но такой прагматизм в отношениях, он присущ не только Турции. Я очень жаль, что, и очень рад я, что Израиль преодолел этот прагматизм. Касаясь поставок турецких продуктов, хочу вам сообщить новость интересную. Не далее, как вчера или позавчера, российский Россельхознадзор, или как он там называется, запретил ввоз в Крым турецких мандаринов, которые привезли на этом самом пароме, первым, который пошел из Севастополя в Турцию, вернулся с этими мандариновыми, 50 тонн, и их запретило продавать российская структура, подконтрольная напрямую правительству. Ну, я не знаю, связаны ли эти вопросы, но Турция, мне кажется, просто на блеса ближе, она должна была проголосовать за Крым, за крымских татар, поскольку это очень близкая сила в мире к крымским татарам. Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы она еще больше. Я вообще считаю, что позиция тюркоязычного мира и Турции, и других стран в вопросе крымских татар, их судьбы, когда они снова поставлены на грань геноцида, сегодняшней политикой Российской Федерации, это очень важная позиция. Потому что консолидация начинается с небольших вещей и потом достигает своих мировых величин. Если вокруг Украины и Крыма татар крымских не консолидируется сначала тюркоязычный мир, позиция Украины очень важна, и обучение ее разным дипломатическим шагам, которые другие страны владеют, по-видимому, лучше, чем Украина. Потом позиция, мне важна очень, гражданское общество в России, она также должна быть направлена на деоккупацию, потому что, честные люди, не могут спокойно жить. Нет, я не шучу, мои друзья в России, бывшие диссиденты, хотя диссиденты бывшими не бывают, они имеют такую позицию. Единственное, она не консолидирована. Все-таки миллионы людей не поддерживают Путина в России, другие делают, далеко не все из них готовы на активную позицию по деоккупации. Но поверьте, что когда мы имеем дело с таким мощным противником, как Российская Федерация, нам нужно собирать все силы. Всю королевскую конницу, всю королевскую рать, нас собрать, для того, чтобы превозмочь. Тем более, что действуем мы исключительно мирными методами, поскольку военные исключены. Я категорический противник, чтобы Крым превратить еще в один Донбасс или еще в одну Сирию. Но у крымских татар, как вы понимаете, еще большие противники. Конечно, но у крымских татар вообще отчаянная ситуация. И у меня просто сердце болит, когда я думаю об этом. И я лихорадочно думаю, чем бы помочь в этой ситуации. Именно крымским татарам. Я не считаю, что вообще у этого конфликта есть этнический аспект, если не считать крымских татар, но зато у них он просто острый и трагический. Поэтому не считать уже невозможно. Да. Вот эта ситуация с крымскими татарами делает этот конфликт еще и вот таким, имеющим очень важный и трагический этнический аспект. Потому что именно народ оказался под угрозой выживания. Когда он наконец собрался в Крыму, и мы так болели за это все эти годы. Я где-то с 68-го года, когда я впервые услышал о проблемах крымских татар по радио, еще в молодости, еще студентом будучи, я с тех пор неизменно стараюсь как-то больше об этом знать, больше помогать. И пока в Крыму я приезжал, вы знаете, на выступления в мае, когда годовщина геноцида была. И выступал на Курултайе, на Меджлисе. Для меня очень близкий крымский татар. Я дружу 35 лет с Мустафой Джамилевым. И это очень важная для меня дружба. Вы сказали, Иосиф, что очень важна поддержка тюркского мира, что турецкий народ близок к нам этнически. И так далее. Все есть тюркский мир. Единственное, что ряд стран, принадлежащих к тюркскому миру, Азербайджан, Узбекистан, Киргизстан, они, к сожалению, еще не являются самостоятельными игроками на международной сцене, а находятся под большим контролем о Российской Федерации. Как написал сегодня Рифат Чубаров, со-соцлагерники, что ли, или как он их назвал, людей, которые, то есть государства, которые напрямую зависят от России до сих пор, несмотря на развал СССР. Ну, как бы трудно сказать очень такие горькие слова осуждения, потому что мы понимаем их ситуацию. Как бы мы все еще 30 лет назад все наши страны были в такой зависимости. Да вот рядом и тюркская страна Белоруссия, например. Но, тем не менее, мне кажется, что все-таки голос крови, именно тюркские общие корни, они важны, когда речь идет о солидарности. Они, безусловно, важны. И мы чувствуем поддержку простых людей, многих очень есть в Казахстане. Проблема с правительством. И тут, как вы говорите, что не надо выдавать желаемое за действительное, как вы же сам сказали. Я бы хотел, конечно, сказать, что большой поддержки политической от правительств, к сожалению, в последнее время мы не ощущаем, и, может быть, здесь и сейчас важнее, так как все равно физическую поддержку никто оказать не может, очень на первый план уходит моральная поддержка. И здесь для нас, понимаете, с турецким народом у нас общие этнические составляющие, а с еврейским народом у нас общность судьбы в какой-то мере. Это отгонимые народы. Вы гонимые два тысячелетия, мы 200 лет гонимые, да, с лишним. И поэтому для нас это всегда важно, и всегда крымские татары это подчеркивают. Вот и ваш друг Мастафат Джамильев не даст соврать, что для нас важно, как оценивать ситуацию с крымскими татарами евреи, авторитетные еврейские деятели. Ну, вы знаете, я всегда очень осторожно отношусь к аналогиям, вот к параллельным таким. Потому что, на самом деле, есть общность судьбы, и еще не означает, что нет очень много различного. Все-таки очень важный идентификационный элемент – это религия, да, которая разнится у этих двух народов. Кроме того, то, что Израиль находится в центре такого ортодоксального мусульманского мира, арабского, который достаточно вынужденно настроен, также влияет на эту ситуацию. Я понимаю, что и крымским татарам не очень просто в этой ситуации, потому что они бы хотели иметь союзников в арабском мире, в мусульманском мире. И это вызывает определенные... Но, к сожалению, как и в вопросе с тюрксюрским миром, большую поддержку от исламского мира мы, к сожалению, не имеем. Да, я знаю это. Но, тем не менее, когда в таком ситуации находится народ, то, конечно, хотелось бы найти любую поддержку. Что касается моральной поддержки, моральная поддержка, конечно, приятна. Мы когда сидели в тюрьмах, и вот Мустафа хорошо знает... Я хотел свернуться к вашей молодости. Да, мы знаем, как приятно иметь моральную поддержку. Но когда речь идет об индивидуальной судьбе, вот такой, как наша, да, это одно. Когда речь идет о судьбе народа, то, конечно, важна не только моральная поддержка, потому что она должна трансформироваться... Но хотя бы. ...конвертироваться в политические позиции, вот в такие голосования, как прошло вчера в Организации Объединенных Наций. Это очень трудно идет, но я рад, что все-таки это проходит. Ну и я просто это знаю, насколько важна и насколько слышна в мире и в Соединенных Штатах, и в Европе на позиции еврейских организаций. Я бы не стал это преувеличивать, особенно в этом вопросе. Я говорил, для меня вот голосование Израиля вчера, оно больше как такой фактор лакмусовой бумажки. Как бы показатель, что что-то в мире может быть поменялось. Мы должны удостовериться еще в этом по другим факторам, а не только по этому одному. Он может и означать и так, а может и означать какую-то случайную, ситуативную поддержку из-за чего-то там. В конце концов, Израилю очень не нравится положение на Ближнем Востоке, где Россия сейчас хозяйничает. И, естественно, очень не нравится, когда ему выкручивают руки. Я имею в виду приезд и визит Медведева. Да. И Израиль, который может себе позволить самостоятельную позицию, иногда может просто плюнуть. Но это и сказать то, что он действительно То есть Россия может пережать и пережимает в этом вопросе Ближневосточный? Пережимает, несомненно. Но она пережимает не так словами, как поставками вооружения, опасного очень для Израиля. Вот эти С-300, которые поставили в Сирии, они же фактически перекрывают небо над Израилем. То есть ни один самолет не может взлететь, без угрозы потенциальной. Он тут же не был на экранах локаторов этих. А что это означает? Значает, что он в любой момент может быть поражен. Да, и в чьих руках будет находиться это оружие? Преходило, что Израиль, конечно, тоже не сидит сложа руки. У них есть, наверняка, противоядия какие-то. Но это все равно проблемы лишние, которые создают Россия. Конечно, это лишние расходы, лишнее внимание. Конечно, и то, что, с одной стороны, как бы такой противник, как Сирия, сейчас деморализован, а с другой стороны, просто вместо него сидит Россия там со своими самолетами, радиолокационными станциями. И это косвенная угроза Израилю. А вам не кажется вообще, что очень многое за Украину, за какие-то прогрессивные силы в мире делает сама российская власть? Ведя себя как словопосудные лавки и не оставляя выборов. Ну, это не первый раз в истории, когда империя, которая разваливается и лихорадочно хочет удержать свои части, которые вполне естественным образом хотят устремиться в свободное, независимое плавание. Знаете, как от Айсбергска откалываются крупные льдины и начинают свой собственный путь. Так и империи раскалываются. За последние сто лет мы видим, там, 15 стран откололось от этой империи российской и ушли в свое плавание. Это и Балтийские страны, Финляндия и другие страны, бывшие так называемой народной демократии. Даже Израиль оторвался, правда, не от России, а от турецкой, бывшей Османской империи. Но мы помним, когда Израиль становился независимым государством, Советский Союз очень рассчитывал включить его в число своих сателлитов, потому что им в Советском Союзе казалось, что там можно построить что-то социалистическое. Казалось. Да, казалось, да. Но не получилось. Но и Сталин выместил свой гнев. На советских евреев, как мы помним. Это все так. И в то же время, я говорю, эта тенденция мировая, такой модернизации мира, что империя неизбежно разваливается, в то же время у империи это есть ощущение фантомных болей, что у них это все болит. Они так привыкли этим всем владеть. У них это болит, хотя это уже оторвано от них. Уже нет ни руки, ни ноги, ни ушей этих нет. А у них все это болит. И вот они хотят это все назад как-то приклеить, чтобы, может, перестанет болеть. Не перестанет болеть и приклеить не удастся. История неумолима. Могут быть временные, конечно, ведь в свое время Советский Союз захватил там и Прибалтику, и Восточную Европу захватил. Такие временные могут быть силовые варианты, когда против истории действуют те или иные империи, как это было при Сталине. Но все равно время берет свое. Поэтому я отношусь к этому как к неизбежному. И понимаю, что в Украине суждено, к сожалению, и крымским татарам суждено пережить вот этот болезненный отрыв от империи. Все это экономическое давление, пропаганду черную, всю эту дипломатические интриги и военную агрессию, с чем мы столкнулись два с половиной года назад. Увы, этого не избежала ни одна страна, которая оторвалась именно от этой жесткой империи. Но крови больше всего в Украине. Трудно сказать. Я, к сожалению, вынужден констатировать, что не только это связано с большими человеческими жертвами и экономическими ресурсами. Обратите внимание, что когда эти страны отрываются от империи, некоторые из них оставляют свои куски просто в империи. Империя, цепляясь, отрывает кусок. У Финляндии, вот Карелии, у Польши. А Украина, она вообще для русско-имперской мысли, она сакральна. В общем-то, да. То есть это тоже очень тяжелый аспект в этой дематернизации мира, что разорванными народы остаются, территории разорванными. Ну, что ж, это надо превозможить. Надо быть сильными. В любом случае, даже если мы говорим о том, что вариант деоккупации Крыма, он, мы видим только как мирный вариант, все равно Украина должна быть настолько сильной, чтобы убедить своего противника, прислушиваться к мирным предложениям. Иного пути, кроме мирного, нету. Безусловно. Иного пути нету, да. И я очень хочу, чтобы это было, произошло, еще при моей жизни, да, и очень хочу, чтобы это произошло мирным путем. Но для этого, еще раз, весь мир должен консолидироваться вокруг этой позиции. А вчерашнее голосование показывает, что пока только часть мира к этому готова. Мир озирается. Да. Да. Смотрит на Россию. Я в молодости прочитал замечательную книгу Василия Аксенова «Остров Крым». Она была написана с большой фантазией, с большой любовью, кстати, к крымским татарам. Крымские татары самые положительные герои в этой книге. Молодые, молодые крымские татары. И вот это ощущение острова сейчас в эти два с половиной года усилилось, что он как бы отрывается от нас. Но это не лучшее ощущение, Василия Аксенова. Но я переживаю, я же говорил, тем более, что там внутри еще хуже. Я знаю, стараюсь следить. Но в то же время мы все стараемся видеть в этом временно оккупированное. Вот я начал задавать вопрос. Вы очень много интересного рассказывали. Я хочу вернуться к твоей мысли, что вы не зря вас назвал легендарной еще с советских времен личностью, потому что ваша биография, она в общем связана с украинской хельсинской группой, вообще с правозащитным движением в СССР. Это страшно сказать это 70-е годы. Это тогда, когда Мустафаджимилев садился в тюрьму, когда вы садились в тюрьму, и неоднократно и другие люди боролись, казалось бы, с монстром, которого нельзя победить. Вы можете вспомнить и сравнить? Вот у вас моральные ощущения тогда и сейчас, степень безнадежности ситуации тогда и сейчас для вас лично какая? Ну, знаете, в таких категориях, как надежность и безнадежность, я не оценивал никогда. Я как бы, и мы, вот, немногочисленные диссиденты в Советском Союзе, у нас было несколько тысяч всего, но и те, которые нас окружали, еще десятки тысяч, но в 220-миллионной стране. То есть, с одной стороны, мы не питали иллюзии, что нам удастся эту махину свалить, с другой стороны, мы не видели и новой пути, кроме как борьбы с этим монстром. То есть, каждый из нас выбирал просто личную позицию и нас, конечно, поддерживало то, что мы общались между собой, мы помогали друг другу и причем очень важны были эти межэтнические связи. Это очень важно было, что мы вместе с армянами, с грузинами, с литовцами, с крымскими татарами, это очень важный был фактор и он помог Украине избежать межнациональных конфликтов вначале вот этого сотрудничества. Но безнадежность в чем? Я знаю свой путь, как и мои друзья, и мы идем этим путем. Знаете, как есть поговорка, что делай, что должен и будь как будет. И рано или поздно этот результат наступает. Просто, к сожалению, многие наши товарищи не дожили до того времени, когда развалился Советский Союз, хотя отдали этому все свои силы, энергию, фантазию свою и жизнь отдали за это. Но мы дожили. Спасибо судьбе. И я надеюсь, что мы доживем и до деоккупации Крыма, и до прекращения этой войны. Но по ощущению все-таки время сейчас течет быстрее. Я избегаю параллелей. Это была другая страна. Советский Союз был, конечно, намного более мощной структурой. Чем Россия нынешняя. Да. Но он находился уже на излете в стадии загнивания, когда мы попали в эту мясорубку. Это были не 30-е и 40-е годы. Когда вы попали, были 70-е годы. Да, да. Но тем не менее, это уже начиналось гниение. Оно еще продолжалось там 15-20 лет, но оно уже начиналось. Уже агония начала. Начало 80-х, я помню, когда я освободился после первого срока, и просто все черное кругом было. Все сидели или были изгнаны в эмиграцию. Нельзя было найти никого из тех, на кого можно опереться, чтобы что-то продолжить. Я называл это время агонии. В агонии система крушит все вокруг себя. А Россия не дошла еще до агонии такого? Россия достаточно еще в этом смысле молодой организм, который 15 лет пытается восстановить свой имперский статус. Это есть еще какая-то энергетика в этом у нее. Она еще не дошла до той стадии, до которой дошел СССР. Хотя мир сейчас делает все возможное, чтобы Россия как можно быстрее почувствовала то, что ей не дадут такой произвол творить в мире. А надежды, которые возлагает Россия, иногда даже комично в виде, когда они поздравляли Трампа, аплодировали там все государственные думы, вот как вы это оцениваете? Это глупость. Я же помню конец 30-х годов, как Гитлер и Сталин очень большими друзьями стали, потому что они видели родственные души друг в друге, они были как бы тираны одного такого порядка. И эта родственность их принудила даже вот дружить, обниматься разных лидеров этих стран. И потом с неизбежностью они пришли к конфликту. Потому что мир живет в системном равновесии. И такой монстр, как Советский Союз, не мог вызвать в западном мире аналогичных структур. То есть поправение всего западного мира, мы это видели в 30-е годы, то есть не мы видели, мы по истории это знаем, да? И как апогей этого поправения это была нацистская Германия. Как противовес тому монстру, который создавался на Востоке. Это действительно оказался самый мощный противник этому в то время. Потому что Америка еще не могла взять на себя как в 80-е годы основную нагрузку борьбы против империи зла. И это системное равновесие, я вижу его симптомы сейчас. Укрепление вот этой России, развитие этого реваншистской идеи по объединению империи, этот русский мир, это вызывает на Западе опять поправение. И Трамп, возможно, в силу этой идеи равновесия, он как антипод Путина. Даже если они вначале видят что-то схожее друг друге, симпатичное, они с неизбежностью, на мой взгляд, придут к очень серьезному конфликту, на более мощному конфликту, чем был у Путина с Обамой или с другими. Мне важно только, чтобы этот конфликт не перерос в военную войну. Меньше всего мы хотим, чтобы на территории Украины и Крыма развернулась война между НАТО и Россией. Это было бы просто катастрофой. Идея в том, чтобы мировое сообщество поставило на место Россию и вернуло в правовое поле другими методами. И мы надеемся на это и думаем, что и мир также ищет способы всячески все интеллектуальные усиленно на это направлены, экономически, на то, чтобы именно мирным способом принудить Россию вернуться в состояние статус-кво, то, которое было перед началом этой агрессии. А как вы считаете, вот мы сейчас видим, что все-таки больше стали говорить о Крыме, международной линии и так далее, как вы считаете, достаточно ли делает украинская власть? С одной стороны, я как диссидент, я как друг, я не максималист, я как друг крымских татар, я позволю себе так считать, я, конечно, хотел бы, чтобы Украина делала большее. С другой стороны, я понимаю, что Украина делает то, что может. на данном этапе развития она не может делать больше. Мы знаем, что она делала еще меньше, чем сейчас. Мы видели это? Когда ничего не делала, когда он спал против, я проезжал, помню, одновременно с Ющенко в 2003 году, я был в Крыму на дне рождения Мустафы, 60-летие Мустафы. И как он обещал Ющенко все, и ничего не сделал. Это обман, вы правы. Но это обман от бессилия, от неумения. Может быть, в тот момент он и был из Крыни, но от этого же не легче. Он не смог реализовать то, что он обещает. И это ужасно. Сейчас жизнь заставила украинскую власть. Это ситуация с Крымом, которая показала, что самые большие украинцы, самые преданные в Крыму, это крымские татары. Они основной оплот Украины в Крыму. И это сейчас заставило принять за последние годы ряд важных решений и в парламенте, и в президенты, и статус Мустафы сегодня выше. Но еще ряд важных решений не принят и даже не начат. Еще раз говорю, политика искусства возможна. Мы должны давить дальше, мы это гражданское общество, на нашу власть, для того, чтобы оно принимало решения, нужные вот сегодня, а не вчера. И мы делаем все, чтобы это додавить ее. Потому что сегодня гражданское общество является лидером Украины, а вовсе не государственные институты. И это давление, которое оказывается со всех сторон, включая международное давление, внутреннее давление, это то, что все-таки приводит к каким-то результатам. Я понимаю, что вы не удовлетворены этим результатом, потому что ваша страна оккупирована, ваша земля оккупирована, у вас отобрано все, вас заставляет опять выезжать из Крыма. Мы знаем, что около 20 тысяч уже выехал крымский тар из Крыма. Это ужасно, просто трагедия народная. И поэтому я начал говорить с консолидацией всех сил для того, чтобы решить эту проблему. Я очень рад, что у нас есть такие союзники, как вы. Люди, которые, нет, на самом деле, без шуток, владеют общественным мнением и влиятельны и значимы для политика, в том числе и для общества. спасибо вам, Осип, за вашу поддержку и за вашу мудрость, за то, что вы, несмотря на какие-то сложные ситуации, которые бывают, и хотя бы говорите, что вы пессимист, что все-таки... Скептик. Я просто вспомнил на Львовском, на Крымском форуме произвучали слова, и мне жаль, что не я их придумал. Как известно, вот есть поговорка в следующем году в Иерусалиме у евреев прозвучали слова, что в следующем году в Бахчисарае. Я бы очень хотел, чтобы это осуществилось. Спасибо за это пожелание. С нами был Иосиф Зисельс, человек, в должности которого я не буду перечислять, просто очень большой друг нашего народа, и человек с большой буквы, правозащитник, и человек, который пережил многое, и пережил крушение огромной империи СССР, и я надеюсь, что и с этой империей мы как-нибудь тоже попрощаемся при нашей жизни. Спасибо большое за то, что пришли. Спасибо за приглашение, успеха, всего доброго. Спасибо. Следующую среду в это же время на телеканале ОТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова